Субтитры делал DimaTorzok Другая минута послушать, как я рассказываю об играх, вышивших еще задолго до вашего рождения. Вы не поверите, вы по адресу. Игра называется Брейд. Нечто среднее между брейн, мозгами и бред. И это приходит в голову, когда ты понимаешь, чего тебе хотят разработчики. Точнее, разработчик. Он там один. И зовут его Джонатан Блоу. Обычно я не запоминаю имена, потому что какая разница, кто ее разработал. Но это имя я запомнил. Мне очень захотелось задать ему вопрос. Муцерра, за что ты так со мной? Да, вы угадали, на экране головоломка. Но головоломка не простая. Простые в другой рубрике. Не, это действительно интересная головоломка. Тут есть все. Сложные загадки, включая загадки в уровне сложности. Тить твою мать, Джонатан Блоу, шоб ты так жил. Интересные загадочные сюжеты о взрослой жизни. О как. Интересный геймплей, игры со временем, потрясная музыка и очень красивый визуальный стиль. А теперь по порядку. Глядя на экран, непосвященные уже засомневались в моей вменяемости, мол, чуть-чуть заклона Марио ты нам тут суешь. И действительно, статистически игра копирует знаменитого водопроводчика. Точнее, не его самого, разумеется, а игру о нем. Но не переживайте, это нечто среднее между стебом и данью уважения. А по моим прикидкам, это вообще аллюзия, но об этом позже. Итак, перед нами Тим. Тим живет в наше время, в нашем мире. Обычный парень, ученый. И посредством вот этой вот Марио-образной игры нам рассказывается история о нем. О поиске некой принцессы. Да-да, Марио бегает по замку, ищет принцессу, решая головоломки. Не буду тянуть и скажу сразу. Это аллюзия на то, какой видит эту жизнь сам Тим. Повторюсь, история тут очень взрослая. И она тем страшнее, чем ты старше. Помнится, лет 13 назад, а игра вышла в 2008 году, я воспринял ее не так остро. Она о взаимоотношении людей. Я бы очень не хотел спойлерить, но не представляю, как это сделать. Да и история вообще никак не спрятана, практически лежит на поверхности. Она о том, как можно обходиться с людьми и как нельзя. О воздушных замках. Да-да, вот этих вот самых замках, которые мы строим в нашей голове, искренне считая, что мир таким и должен быть. О нашей близорукости и мнимом управлении временем, когда мы думаем, что все в наших руках, а потом вдруг все идет наперекосяк. О глупых ошибках и их последствиях, и как результате об одиночестве. Когда мы остаемся наедине со своей отстойной таким трудом, правдой жизни, которая никому, кроме нас самих, не нужна. Простая, в общем-то, история, на самом деле, рассказывает совсем не детские вещи, для понимания которых нужен все-таки опыт. Так что, по-моему, впервые я сейчас объявлю системные требования детишке. От 20 лет и старше, а также мозг средней мощности. Intel Fuflon, которым вы обрабатываете те же тени Мордора, тут не подойдет. Все-таки это философская головоломка. Сразу вспоминается принцип Талоса, да? Ну да, есть у них сходства. То есть, это вторая подобная игра в моей жизни. Значит, мир еще не безнадежен, вот что я вам скажу. И все это великолепие завернуто в обертку, которая активно пытается делать вид, что она детско-веселительная игрушка на полчасика. Да, первый уровень. Она перестает быть таким уже на втором. Итак, появляется Тим в своем доме, в котором стоят Мольберты. Мольберт — это отдельный мир. То, каким его для себя рисует Тим, видимо, потому что тут нет однозначной интерпретации происходящего. Блин, я тут так подумал. Я сейчас вам свою интерпретацию расскажу, и вы удовольствие утратите. Знаете что? Заткните уже. Просто смотрите на картинку, и в конце поставьте лайк, и напишите, какая классная игра. Хотя, на самом деле, тут доходило даже до интерпретации, что на самом-то деле это не принцесса, а даже ядерная бомба. Если что, это опроверг сам Джонатан Блоу, создатель игры. Так вот, начинаем мы с мира 2. Всего миров 6. Почему не с мира 1, спросите вы? Ну же, спрашивайте. Что-что? О, а я уже думал, вы не спросите, да. Потому что время тут движется не так, как должно. Что неудивительно для игры. Про игры со временем. Простите меня за тавтологию. Если быть совсем точным, оно тут движется задом наперед. Это нетрудно заметить, и это уже начинает наводить на определенные мысли. Сначала в этой облачной комнате нам дают небольшое описание жизни Тима, как он докатился до такого, и акцентируют внимание на определенном жизненном моменте, который и определяет каждую из шести комнат. Итак, вот мы на марше. Тут почти классический Марио. Мы бегаем, невысоко прыгаем, есть ежики с унылыми лицами, они уничтожаются методом прыгания на голову. Таким образом, Тим отталкивается от них и прыгает выше. Есть еще мяукающие кролики, да, эти враги поопаснее, но и оттолкнуться от них можно еще выше. Есть еще прожорливые растения, высовывающиеся из труп. Ничего не напоминает. Как-то контрастирует то, что я говорил об игре до этого, с тем, что я сейчас описал. Какие-то кролики, ежики, что нам со всем этим делать? О, тут все просто. Задача найти все кусочки пазла и собрать его. Последняя не проблема, в отличие от первого. Собрав пазл одного мира, мы открываем кусочек лестницы на чердак. На чердаке тот самый вход в первый мир, путь концовки. Чтобы добраться туда, нужно собрать пазлы всех шести миров. Удачи! Потому что именно с этого момента заканчиваются зайчики с ежиками и начинается кромешный ад под названием «Игры со временем». Итак, у нас есть шесть миров, у каждого своя особенность. У первого мира она, как таковая, отсутствует. Он нормален, насколько это, в принципе, возможно для подобного мира. И, наверное, в этом и есть его особенность. Время тут движется, как обычно, однако мы можем отмотать его в любой момент. Это, в принципе, особенность всей игры. Эту способность у нас не отнимает от мира к миру. Смерть тут перманентно, никаких чекпоинтов здесь нет. Но нет и никакого ограничения на перемотку времени. Так что, стоит нам погибнуть, зажали кнопку, отмотали до нужного момента, упс, и до того момента опять сдохли, и так десять раз подряд. Сплошь рядом ситуации, когда ты, например, погибаешь от летящего огонька, потом перематываешь и замираешь на мгновение перед этим самым огоньком, он пролетает, и ты несешься дальше. Напоминает фильм «Грань будущего». Хотя, наверное, все же «Принц Перси» этой игре ближе. Но все это только затравка. Разумеется, перемотка времени влияет не только на нас, но и на окружающий мир. То есть, если ты что-то взял, то это что-то в обратной перемотке ты положишь назад. Если кого-то убил, этот кто-то вернется. И хотя первый мир не имеет странностей, он уже порой заставляет задуматься, как достичь той или иной цели. Потому что даже из простых задач, игра умудряется выстраивать интересные, совсем непростые ситуации. И вот, наконец, третий мир. Он похож на первый, но, чтобы жить было веселее, в игре теперь присутствуют объекты, светящиеся зеленым светом. Это означает, что объект этот вне времени. Отматывая сколько хочешь, на него ты никак не повлияешь. Встречаются такие же платформы, стоя на которых мы буквально можем пропускать время сквозь себя, отматывая весь уровень хоть к самому началу. И задача заметно усложняется. Приходится рассчитывать момент так, чтобы синхронизировать время в нужном тебе русле. И порой чокнешься это делать. Но погодите радоваться, если доползли до конца этого мира, детишки впереди. И еще мир 4, где время движется синхронно с Тимом. То есть, если мы стоим на месте, время стоит. Если мы прыгаем, время тоже стоит. Прыжок тут не считается. Любое вертикальное передвижение здесь не считается. Если мы идем назад, время тоже идет назад. Если мы идем вперед, время, мать его, тоже движется вперед. Почувствовали себя гениальным тактиком, да? А как вам такое? Вот тут уже начинает нехило бомбить с гения Джонатана Блоу, у которой додумался до таких садистских испытаний. Какие-то пазлы даются легко, а какие-то путем просто-таки невероятных усилий. Дарксос, говорите, да? Хочется просто взять и расхерачить монитор, когда в десятый раз подряд промахиваешься и падаешь не туда. Или еще что-то подобное. Падением не туда, кстати, способствует некое скользящее нарационное перемещение, будто бы такое вязкое. Это неплохо, к нему просто нужно привыкнуть. Но вот к чему привыкнуть сложнее, это к тому, что часто падаешь с лестниц при попытке перебраться с них на платформу. Вот это уже действительно изъян управления, и в целом это единственный недостаток игры. Я сейчас не шучу. Пятый мир не менее оригинален. Он вертится вокруг обручального кольца Тима. Если бросить его на землю, в радиусе его действия замедлится все, что движется, включая самого Тима. Притом, напомню, это кольцо действует только в этом мире, как и другие способности, кроме основной перемотки времени. Это именно прерогатива миров, а не аналог какой-нибудь прокачки, как в том же Ори. Так что старые финты ушами тут же перестают работать. В шестом мире... Ооо, в шестом мире при перемотке времени появляется теневой двойник, повторяющий наше действие в обратном порядке. Просчитать комбинации с ним отдельные дисциплины на Олимпиаде, победители которых в рай без доклада пускают. Ну а в первом мире время движется задом наперед. Желаю удачи. Честно, загадки тут не для слабонервных, вот что я вам скажу. Решение всех приведет нас к довольно прозаичной концовке. Однако, чтобы до Тиму наконец дошло, где и как он совершил ошибку, необходимо открыть вторую, секретную концовку. И вот чтобы ее открыть, вы разорвете свое седалище на тряпке, я вам гарантирую, в каждом мире есть звезда. Они очень хорошо спрятаны. Порой настолько хорошо, что даже просто догадаться об их существовании невозможно. Узнать о том, что они в принципе есть в игре, можно только методом случайного натыкания на них, хотя наткнуться на них случайно, это нужно быть просто королевом везения. Скорее всего, ты просто узнаешь это из гайдов или обзоров. Например, вот посмотрите на это. Ничего подозрительного не видите? Посмотрите вот на это облачко надо мной. Думаете, оно стоит? Нет, детишки. Оно движется понемножку. Оно со временем долетит до другого края карты, где на него можно будет уже запрыгнуть и забрать первую звезду. Знаете, сколько времени займет передвижение облачко? Два часа. Два часа реального времени. Перемотки вперед тут нет. При этом нельзя сворачивать игру, ставить на паузу, выключать компьютер. Два часа. И это только одна звезда. Мне еще раз пожелать вам удачи. Скажу сразу, больше так извращаться с реальным временем не придется, но я вас уверяю, когда вы узнаете, как тяжело добываются остальные звезды, вы пожалеете, что все остальные не добываются так же легко, как первая. И вот только с обретением всех звезд на небе засияет созвездие Андромеды, как бы передавая нам привет от Джордаан. И лишь тогда у Тима появится шанс. Но это факультативное задание, слава тебе, господи, иначе игра была просто непроходима для 90% игроков. А теперь скажите мне, сколько времени все это займет? Сколько времени займет прохождение? Да, сложно сказать. Вот тебе, блин, и Марио. Никакому Марио такая сложность и не снилась. И такая глубина. А знаете, что еще не снилось Марио? Вы только не подумайте, я Марио не ругаю, я понимаю, что это сложная, а главное, отличная классика. Но Марио уж точно не снилось такое шикарное оформление. Во-первых, музыкальная, очень красивая музыка. И спокойная, и заводная, и прям такая бойкая. И она интересно коррелирует с постоянным изменением направления движения времени. А есть даже трек, выполненный в реверсном стиле, что просто гениально передает и подчеркивает атмосферу игры. На не менее высоком уровне и графическое исполнение. То, что вы видите сейчас перед собой, нарисовано акварелью. Нарисовано 13 лет назад, но сделано это так красиво и стилистически выверено, что спустя все эти годы на мониторе в 4К, будучи, разумеется, растянутой, картинка ни капельки не потеряла в качестве. Конечно, спецэффектов тут не жди, их тут вообще нет, но от такой красоты ты в их существовании как-то вовсе забываешь. Потрясающе нарисовано, потрясающе анимировано. И я просто не могу еще раз не пройтись по гениальности происходящего. Я уже говорил, но повторюсь, лично я вижу во всей этой детской песочнице аллюзию на мнимое управление временем в своей жизни, на то, как Тим пытается с ним воевать, подстраивая нужные ему результаты. Даже миры имеют подоплеку. Там, где время идет нормально, там и Тим думал, что все было хорошо и идет как надо, успокаивая себя. Обручальное кольцо одна из точек слома, искажающая планы и в то же время являющаяся инструментом достижения цели. Теневой двойник это переживание Тима на тему «А что было бы если?» А движущийся в такт Тиму время это его потерянность в случившихся ситуациях. Этот сюжет показывает, как можно все проебать. Я сам против мата, извините, но он на своем месте. Не потерять, не профукать и даже не просрать. Именно проебать все, что у тебя было хорошего в жизни. Я всегда обожал подобные ходы и подобные же сюжеты. Они всегда актуальны. Всегда и для всех, кто способен видеть дальше своего носа. Чему так и не научился Тим. Вот так вот. Даже не знаю, что еще добавить. Я думаю, это опыт, который вам необходимо пережить. И дело тут не только в сюжете. Просто таких крутых головоломок со временем нет ни в «Принце Персии», ни в «Блэйдзуф Тайм», ни где бы то ни было еще. А размять свой мозг дело завсегда полезное. Поэтому милости прошу, прикоснитесь к этому игрореликту и почувствуйте свое превосходство над миром. Или свою ущербность. Тут уж как фишка ляжет. Ну, а если вам подобное не понутру, что ж, значит, и ваша принцесса в другом замке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok